Кристине 13 лет. Возраст внутреннего перестроения, обновления, изменений. Словом, трудный период в жизни каждого человека, а в случае Кристины ситуация усложняет ее диагноз – отставание в умственном развитии. Девочка родилась преждевременно и первую неделю жизни провела не в теплых объятиях мамы, а в окружении проводов и мониторов в реанимации, а затем находилась в больнице еще около месяца. Однако после этого Кристина, по словам мамы, развивалась нормально, ходила в садик, училась читать, играла с другими детьми. Кристина Рунзани. Виņа ману дзима 30. рутницибас недеѢа. Та, kad биха полица пузгаза педејся, лидц сколе, тад мums сакс ласīшена проблеми. Та, kad мес аизгайм пирмак ласīтим, мес явēроям, ka мums сакам непраиздзивеидots гаида, лабаи каиņи. Версамies pie ortopēда. Виņš мурс измеклējis, патеица, что, если у нас не кауду проблеме нет, то есть норма, и ети, а изтаигает масажиņу. Измейназ не кауду мес нередзејам. Печ каада лаициņа мес номейнам citу орtopēду. Мамс tur noteица, ka мејтиņа есот tikai плакана педа. Та, мамс гади гајам, то каиņу мамs palika arvienу вайраку проблему, клибошану, непраиззаз ликшану. Та, мес atkal грiezамies pie ortopēда, bet шеирејс мес номейнам āрсту. Виņš мамс диагноз не кауду неузлика. Венигайс, којин шеир патеѣис беђгас, кајинш лидз 8-15 гадјамамс неко не вар лидзеѣ. Та, мес грежамies pie палидзібес, пејумс, ла мес варам носкаидрот, кајијам мес мејтиње кајиў. За полгода до выпускного в детском саду девочка внезапно изменилась. Стала нервной, замкнутой, необщительной, возникли проблемы с чтением. Затем она пошла в коррекционный первый класс обычной школы, но за год почти ничему не смогла научиться. Следующие полгода прошли так же, без двига в положительном направлении. Пришлось перейти в специализированную школу. Сейчас Кристина учится довольно неплохо. Девочку беспокоят проблемы с ногами. Она не может нормально ходить и теряет равновесие из-за деформаций и болей. Кристина любит заниматься различными видами рукоделий, рисовать, хорошо читает слух стихотворения. Ей нравится бег, но пока он остается только мечтой. У нее две сестры, в семье работает только папа, поэтому живут они, мягко говоря, совсем небогата. За все свои 13 лет девочка не прошла ни одного курса реабилитации, и занятия со специалистами семья не может себе позволить. Мums ир парадзејц брауциўнс тагат у Санкт-Петербургу. Слёти церкум, у нас беѣзот меѣтиње, нотейкс диагнозију, на риваре сусакт каѣне сарстешаной. Поездка в Санкт-Петербург для обследования реабилитации обойдется примерно в 3700 евро. Для семьи Кристины это невероятно много, но всем вместе нам по силу ее собрать. Давайте поможем девочке получить радость от возможности ходить без боли. Другого шанса у нее, вероятно, не будет. Быстро и удобно пожертвовать на помощь Кристине, а также познакомиться с историями других детей, можно на сайте детидефисхелп.ком.